Итак, продолжаем. Все-таки тема была главная, мы так чуть отдалились от этой темы, в сторону морфологии грибов. Удивительный момент, удивительную информацию я прочитал. В принципе, я лично в ней не сомневался, просто не было такого подтверждения. И недавно это подтверждение я прочитал в интернете. Как вы думаете, кто является самым большим животным или организмом на Земле? Несомненно, вопрос ясен. Самым огромным организмом на Земле является гриб. Ну и естественно, это скорее всего американские ученые. В одном из ботанических садов исследовали мицелии гриба, которые находятся на площади нескольких гектаров. Если я не ошибаюсь, это гектаров было, по-моему, 240. И вот они взяли пробы в разных местах вот этого мицелия, и анализ показал, анализ ДНК показал, что каждая проба ДНК является идентична всем тем, которые они брали в других местах. То есть весь этот мицелий являлся одним организмом. И подсчеты показали, что вес этого мицелия на этой территории составляет 240 килограмм. Таким образом, было определено, что самым большим организмом на Земле является все-таки мицелий гриба. Теперь остановимся или отойдем, оставим тему морфологии как-то немножко в стороне, и приступим к самой теме асептики и антисептики. Итак, относительно антисептических средств. Это средств, которые будут нам позволять работать и устранять нежелательные воздействия грибов, пенициллина, триходермы и всего остального. Первым из препаратов, которые люди используют в своей практике, потому что они находят в этой интернете, кто-то дал очень хороший совет для обработки, использовать белизну, или по-другому она называется отбеливатель, или там хлорка, или как ее еще там называют. То есть она продается в таких литровых бутылях и имеет ужасный, омерзительный, отвратительный запах вот этого хлора. Значит, я сразу... Я даже у меня нет его нигде... Сейчас, одну секундочку. Сейчас я попробую где-то показать, как это выглядит. Вот так выглядят вот эти бутылки. Я из них делаю совки. Не из-за того, что, ну, скажем, нет возможности купить совок какой-то стандартный. Просто из-за того, что из них получаются очень хорошие совки, у которых есть вот такое вот место. Этим совком очень хорошо набирать зерно в круглой емкости. Значит, вот это есть белизна, или, ну, не знаю, как в других местах ее там называют. Хлор там, ну, какой-то хлорка. Значит, в основном рекомендуют начать с того, что обрабатывать поверхности вот этой хлоркой. Знаете, я скажу, что мое личное мнение, это вот эта обработка, это просто чисто для успокоения своей души. Это то, что помыть или просто чистой водой, или вот этой хлоркой, это одно и то же. Раствор вот этой хлорки очень нестабилен. При транспортировке этой хлорки даже достаточно того, что она на солнце постояли вот эти палеты, солнце ее прогрело, то есть хлор весь распадается, активного хлора здесь нет, и никакой активности она в себе не несет, кроме того, что она отбеливает штаны, портит одежду и ужасно воняет. Если кто-нибудь когда-то работал с этой хлоркой, как бы вы ни старались, но, как бы вы ни старались, но резиновые перчатки разные, рано или поздно все равно рвутся, делается дырка, туда затекает хлор, потом с этими руками нужно ложиться где-то спать или кушать. Этот запах настолько неприятный, что применение вот этого препарата становится под большой струн, и главное, он не несет в себе никакой пользы. Таким способом обработки можно пользоваться только в некоторых случаях, когда вы только начинаете какое-то грибоводство, делаете первые 10-15-20 блоков, потом еще раз делаете, потом еще раз делаете, и три раза у вас все будет получаться. В дальнейшем такой способ обработки абсолютно неприемлем, потому что он не несет никаким положительным результатом, и в дальнейшем у вас уже формируется какая-то специфическая флора на вашем предприятии, и в дальнейшем вам нужно будет применять что-то более дельное, более полезное и более эффективное. А что именно вы будете применять в таком случае, вопрос открытый, и каждый для себя будет его решать каким-то своим, разным образом.